всем привет друзья приехала на пасеку 27 число короче туман дождь идет ну такой морозь решил я поработать снега смотрите сколько снега навалило часа снега очень много от ближайшие покажу вам смотрите все занесено короче зимовка очень интересно на улице плюсовая температура 0 плюс 1 короче вот улей стоит короче и вот сколько снега сейчас мы с моим помощником сейчас начнем работать хотел для вас снять маленький сюжетик ну сначала почистим улья откидываем и потом я вам расскажу по поводу зимовки почему на одному корпусе и почему я буду сейчас ложить candy так что сейчас откидываю и продолжим некоторые закидывала в самой крышей крутяк короче работой усиленно он тоже крышу еле видно ну примерно так примерно так вот откидываем 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 до словен привет ютубу передай так на все работаем дальше друзья прошло четыре часа с того момента как я с вами общался круче кидаем снег это жестика я так давно уже не работал короче чуть-чуть вот так откидывали примерно вот так шестирамочники славик он помощник мой последний ряд докидывает сзади еще конечно впереди у нас там с десяток где-то где-то там с десяток в принципе можно сказать справились так что мы делаем друзья кто не ездил на пасеку езжайте откидывайте снег занесло по самые крыши вот славик откопает вот покажу вам по самую по самую крышу он там рядом короче много так пока зачем мы это делаем освободили доступ воздуха у меня половина на сетке половина на глухом дне больше наверное на сетке вот у нас тут остановились давайте посмотрим что происходит потому что я планирую ложить канди в шестирамочники ну и в семьи потому что на этом точку полностью как я уже говорил буду ложить канди потому что вся пасека зимует полностью на эфи основном сиропе глюкозно-фруктозном сиропе что то такое посмотрите в гугле кому интересно я полностью всю пасеку закармливаю поэтому мне немножко стрёмно и я буду ложить канди как буду им ложить возможность сниму потому что не успеваем время идет к вечеру еще много работы поэтому покажу сейчас несколько семей как зимует на данный момент немножко конечно же ей мы их потревожили потому что так откидывали так вот у нас сетка могу показать не знаю как показать смотрите друзья здесь у нас сетка если видите не знаю очень неудобно снега по колено крыша у меня тут без утепления сама в крыше у меня в крыше пенопласт двойка а так нету сетка у меня леток верхний закрыт и открытость только вот нижний немножко и полностью сетка ну и вот так находится клуб видите принципе клуб рыхлый но мы немножко по ним постучали поэтому сейчас будем ложить канди так шестирамочники тут у нас вообще вот такая ситуация не очень хорошая поэтому сейчас буду очищать все ну давайте посмотрим как у нас шестирамочники шестирамочники так есть влажность ну друзья скажу сразу на влажность чуть-чуть немножко люди жалуются говорят влажность к чему я пришел к выводу влажность вот смотрите какая еще раз покажу сейчас мы будем сюда ложить канди вот так зимует шестирамочник дело в том что было все в снегу и реально продыхе только в сетке вне поэтому ну есть люди у которых раньше влажность было здесь вот так сидят под краешки тут с краешки очень рыхлые все так давайте еще сетку посмотрим так здесь у нас сетка здесь вот так сидят уже ближе к задней стенке меда здесь в семьях нету полностью пасека как вы заметили зимует на одном корпусе говорю сразу какую я увидел ошибку ошибка какая вот например снег замело улей полностью один корпус если бы я поставил снизу пустой корпус рутовский то второй корпус именно с гнездом был бы как раз ну по красоте наверху никакой бы снег и так дальше ничего не мешало поэтому в следующем зимовке я наверно буду зимовать именно так корпус ниже пустой и сверху гнездо с медом повторюсь и по поводу раньше зимовал только на меде это был подсолнечниковый мед но потом я решил так как пасека большая и я посчитал что даже на этот тачок надо оставить хотя бы три тонны меда 3 тонны меда это сами посчитайте грубо говоря почти 120 тысяч гривен сиропа я купил на пятьдесят тысяч гривен то есть но существенная экономия поэтому у меня это экспериментальная пасека экспериментальная зимовка полностью чистый фс мед если был то был мизер потому что медовая полно медовые рамки я забирал там если по краечку там с краешку было мед то и все так так что я просто я выставил candy что я купил candy буду там 200 килограмм candy я купил у маринюка александра я покажу про рекламирую его для вас хорошая candy я им пользуюсь и меня проблем не было чистая candy так тут у нас тоже сетка тут тоже чистить надо тут у меня вот такая крыша тут крыша подушка и dvp сидя да там с краю тут сидят скрою на сетке все под верхом так тут у нас глухое дно тут глухое дно сидят вот так тут я даже он не вытащил сидят ближе к звердой стенке тут у нас глухое дно друзья в глухом дне у меня леток открытый нижний и верхний крыша у меня вот вот такая крыша то есть подушечка синтепона и dvp тут такая вентиляции никакой нет вентиляция только через литки так что там был такой в фейсбуке уже спор начали кто это семьи как бы в такое время ну вообще candy давать зачем если можно оставить мед и так дальше я тут согласен с этими людьми потому что я сам сторонник того чтобы зимой вообще не лезть к пчелам не давать их не кормить ничем поэтому лишний раз чтобы пчел не беспокоить надо оставлять корма с осени ну у меня эксперимент как перезимует пасека на фс нам сиропе на чистом фс нам сиропе полностью я ничем его не разбавлял я вам весной покажу ну пока выборочно я открывал улиц смотрел как бы проблем никаких нету все нормально так что еще хотел показать здесь вот так сидят 6 рамочник ну я переживаю больше за 6 рамочник но как видим у нас и в этих всеми пчелы сидят под верхом ну их там и сидят по уже даже ближе к задней стенке потому candy будет не лишним так ну и тут турецкое дно тоже сетчатое пластиковое турецкое дно вот так они сидят тоже видите к задней стенке подверху так что в моем случае положить candy будет оправданно ну как-то так славик дочищает он последний ряд и сейчас пьем кофе и приступаем к раскладке candy все друзья так друзья меня там еще просили показать немножко о улиц фанеры экспериментальный который мне подарили что я вам скажу состояние нормальная пока полет нормальный тут сетчатое дно тоже так просили показать что тут происходит потому что фотографию выставлял на улице мура сидит так смотрите там сетка но тут стоит из вкладыш поставил плохо видно потому что не снег не дает так ну и давайте посмотрим шумность так гнездо смотрите как сидит сидит спереди клуб один два три четыре пять шесть семь почти восемь рамок всем снег упал смотрите тут я пленку не использую сетка дно рамки я не сокращал я не любитель особо сокращать и почему не пленка я собираю прополис вот таким методом мне нравится многим рекомендую ну сильно не буду рассказывать и вот такая крыша не спрашивали какое утепление крыша в которой вклеен пеноплекс вот так больше ничего здесь нет так он у меня зимует пчелы принципе смотрите сидят хорошо я вижу что сидят хорошо пока мне полет зимовки нравится выборочно смотрел 7 и полет зимовки мне пока реально удовлетворяет ну как-то так ну все пошли дальше ну что друзья только мы расчистили раздаем candy и пошел снег короче нормально вот у нас candy вот такое маринюк александр будет ему реклама спасибо что доставил быстро вот такой candy мы его бутылочкой чуть-чуть сделали вот таким чтобы он был более одинаковой толщины по по всему периметру где более толще например где-то с одной стороны то мы я ложу к задней стенке потому что там чего будет больше и поэтому там где толще от этого candy там будет толще вот оно такое могу быстренько вам показать пока снег не залепил состав цукровая пудра сахарная пудра и инвентированный сироп сахароза 76 глюкоза 8 фруктоза 8 вода 8 срок придатности 12 месяцев срок годности так вот у нас покажем на одном потому что снег некогда заниматься видеосъемкой я вот так его порезал это дырочки поделал прорези и теперь славик открывай крышку шести рамочники снега у нас много посмотрим вот так они зимуют одной рукой видео снимаем вот так сидят пчелки вот так сидят шести рамки насчет влажности смотрите кто-то говорит влажность есть но не так все славик а ты можешь пока кинуть переверни крышку да так и вот так да и друзья давай открывай открывай и вот так мы ложим все закрывать все чтобы не сильно их тревожить короче мы так показали вам ничего больше не будем показывать потому что некогда заниматься съемкой очень много работы и одной рукой неудобно что хочу сказать по поводу канди многие говорят почему я доверя непосредственно александр маринюку хотя можно самому делать но самому это большой объем поэтому иногда проще купить канди а мной говорят что плохо берут и так дальше да по сравнению со своим candy который мы делаем на меду конечно же пчелы свое к они будут лучше брать потому что там мед он запах вкуснее пчел его лучше берут чем этот этот пудра и сироп поэтому пчелы более ну спокойно к нему относится но так как производители промышленные производители они не имеют права и с точки как бы логической и не просто не и имеют право сделать candy на меду потому что большой объем только инвентированный сироп и пудра на виду можем делать только сами для себя когда мы знаем что это наш мед никакого там нельцов ничего нету и так дальше поэтому если покупать candy то только инвентированный сироп и пудра я допустим бы не доверился candy которая сделана на меду это candy я беру уже третий год набрал для зимовки не брал брал только на нуклеусы ну я доволен поэтому снова взял у александра маринюка борода саше спасибо рекламка будет и кстати чтобы лишний раз не спрашивали почем 30 гривен килограмм и если кому надо описание я поставлю просто чтобы меня не мучили в описании оставлю телефон контакты саше все саше спасибо мы с лавиком продолжаем раздавать разгребли мы пасеку снег идет то дождь то снег сейчас раздадим 6 рамочником и поедем дальше работать до славян ну все друзья наверное на этом будем заканчивать если что-то будет интересненькое я включусь пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok